Подводим итоги встречи матча Фортуны ГФД Робона, в котором Робон одерживает победу со счетом 4-3. С нами в студии Спартак Абрамян и Константин Анисимов. Константин, ну сегодня каждая команда была в роли догоняющей. Были ли моменты, когда ваша команда все-таки могла дожать соперника и вести победу с этого матча? Да, я не знаю, мы не помню, догоняли. Мы играли спокойно в футбол, получали удовольствие. Ну, считаю, что забей мы хотя бы 50% своих моментов, счет был совсем другой. Спартак, поздравляю наконец с забитым мячом. И вы догнали сегодняшнего вашего оппонента по очкам. Как вы вообще сравниваете ваши команды? Они равны на данный момент или все же какая-то из команд имеет преимущество? Вообще-то два еще во вторник забил. Ну, я имею в виду премьер-лиги. Слушай, ну в смысле равны? Там ты состав видео соперника, о чем тут говорить вообще? Ну, даже если они там в три червя приедут, они все равно там сильнее на любом покрытии. Просто Костя сказал, что они получают удовольствие от футбола, приезжают в премьер-лиге. Мы приезжаем драться, пытаться там что-то себе доказать, отработав там пятидневочку, приехав на этот футбик, отпросившись у жен, детей, чтобы домой приехать и сказать, что вот я не зря просрал 4 часа своей жизни. Как бы не провел время с семьей, поиграл в футбик. Если еще получать постоянно, то как бы там у семьи, наверное, вопросы должны быть. Поэтому все просто, мы деремся, они кайфуют даже при этих раскладах 4-3 всего лишь. Ваша команда уже в который раз играет в роли догоняющих, хотя в этой встрече было и так, и так. И вас догоняли, и вы догоняли. Как вообще это сказывается на коллективе? Что сказывается-то? Мы сегодня вели 1-0, вели 2-1, чуть-чуть проигрывали по ходу матча 3-2. Ну, типа, у нас действительно есть болячка такая, синдром пропущенных двух мячей в первые 8 минут. Как бы мы с 0-2 любим начинать. Сегодня Джави до нас докричался наконец-то. Мы начали с того, что открыли счет как бы в матче. Ну, я не считаю вообще, что этому стоит какое-то внимание уделять. Ну, догоняет кто это футбол. Ну, типа, всегда кто-то догоняет, кто-то идет. Ну, то есть, пытается оторваться. Это, в смысле, блядь, как по-другому может быть? Просто я не понимаю. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну, приходится догонять, окей, характер есть. Мы не раз это доказывали по ходу этого чемпионата в Лиге чемпионов во вторник и так далее. То есть, это рабочие моменты футбольные. Константин, будете ли вы так же получать удовольствие или хотите все же уже зарабатывать, начать очки? Что ты хочешь сказать? А у нас чувачков нет, что ли? Ну, в плане выигрывать в каждом матче. Все равно, команда, если сравнивать состав и результаты, то результат явно хуже, чем может быть. Слушай, ну, в футбол не играют фамилии. Ну, так а что тогда? Ну, все же вы говорили, что сегодняшний матч получали удовольствие. Да, я получил удовольствие. Будете продолжать так же? Особенно на бровке там пару раз, вообще четко. Мы там с молодым человеком, не знаю, как его зовут, неплохо так поиграли друг другу. Почему нет? Ну, мы помимо удовольствия, конечно, нам хотелось выиграть сегодня раз. Кто-то говорит, что не хочет выиграть, что ли? Это все глупости. Ну, не получилось. Еще раз повторюсь, у нас в Спартак, по-моему, 4 перекладину попали. Четыре раза попали в перекладину. Ну, вот уже 2 гола, считай. Плюс 200. Поэтому здесь как бы моменты. И ни в коем случае не снимаю заслуг с Рабоны. Молодцы ребята в защите, так очень агрессивно. И, в принципе, не устамывали по борьбе. Играли чисто. Даже мы иногда где-то, может, чуть погрязнеться случайно. Хотя, потому что они быстрые такие, резкие. Мы не успевали за ними. А так, в принципе, да. Не знаю, мне понравился футбол. Я считаю, что ничья была бы закономернее, конечно. Ну, а так, ничего страшного. Нормально все. Спасибо. Спасибо.